доброе утро друзья на дело на дело нацепила патчи они опять как всегда на подбородок слетают иду завтракать поставила машинку стираться у нас сегодня праздник поэтому я дома вообще в этот point и его называют point это когда один праздник а через день другой праздник и что вы знаете не делайте выходной рабочий выходной делают все три дня выходных вот и вот у нас такой point и прошлом году на это point и я была модель рашин минуточку вот была в россии с моими родственниками с моими есть много видео с россией так что поищите посмотрите по моему даже плейлист есть о том как я в россии крестили мою мою доченьку маленькую да вот но это было уже в прошлом году офигеть как быстро время летит ну а в этом году видите я бы не против смотаться к ним еще раз тем более у них есть там что новенького показать рассказать а будем общаться только по по интернету и вот знаете в это point и всем как бы дома наряжают ставят билен и наряжают всякие елки вот у меня в клиентке например вот они с чем всем этим занимаются ну я наверное тоже этим займусь но для начала я хочу сходить на рынок знаете у нас по вторникам и пятницам рынок такое овощное много раз там была овощной там цыганский скажем так потому что продает почти цыгане все овощи фрукты подешевле вот ну конечно мне не очень выгодно потому что я не пойду за одним авокадо на рынок да потому что я маму как бы не набираю килограмм мы все равно все это не съедаем поэтому ну пойду посмотрю во первых еще надо узнать открыт ли он потому что выходной цыгане тоже выходные с другой стороны если они будут выходными то у них один день рабочий чуть-чуть чё гадать чарли в зубы и на рынок тем более он здесь у меня в 10 минутах ходьбы от меня и вот такие вот у меня планы делаю себе тост с пастой вот этой вот как она называется арахисовая арахисовая паста и банан кстати очень вкусно представляете мой кто бы мне сказал об этом лет десять назад что я буду всякую вину такую есть и говорить что это обалденно вкусно вот жизнь а что она с нами делает рынок все-таки есть я очень этому довольна потому что я обожаю рынке друзья но так как я работаю я не успеваю потому что они где-то до часа до двух открыты я не успеваю но я обожаю рынке поэтому пошатаюсь как я рад как я рад я даже знаете будильник даже будильник себе завела чтобы напомнить что рынок есть вот но я без этого два килограмма европы не знаю чё не знаю чё можно чего-нибудь обдумывать чарли чарли ты куда такой вот у нас рынок это вот нож ношенная одежда за 2 евро вот second hand скажем так люди все равно ковыряют спама чарли не любит рынке красные трусы это классика жанра на рождество их надо него для удачи надевать красные трусы кстати у меня нет ни одних красных трусов и мне кажется мне надо купить как это я без красных трусов на новый год непонятно ой вот тут специи чувствую пахнут точно можно специи прикупить я тут покупал для мяса очень вкусные специи имбирь вот там надо приобрести это вот смотрите сколько всего я всегда прохожу до конца что-то смотрю а потом обратно когда иду и уже приобретаю потому что а вдруг я вот сейчас куплю а впереди там меня ждут светлое будущее а я уже купила и так не это так ну в общем вот так все в этом рот буду я наслаждаться рынком потому что собака камера и в общем прозеваю все что это не так вот и а и и и и и и я немного товарилась рынок у нас остается там а здесь вот парк вот такой есть который я пришла чарли погулять мой спортзал который закрыт бедные уже столько или открыт не пойму мне кажется закрыт только на улице можно ну ладно в этом парке много собак больших поэтому я сюда практически не хожу там например собачники с огромными собаками которые гуляют вообще здесь район такой полу цыганский как-то поэтому я сюда не очень хожу смотрите вон какие огромные там собаки видеть ну сейчас вот так туда пройдусь и все и домой пойдут погода так прямо это испортилось плохая стала прохладненько выходило было хорошо солнце сейчас прохладненько так на рынке я приобрела во-первых 250 грамм клубники взяла клубника зимой в испании вкуснее чем летом не знаю в чем парадокс но это так кориандр 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 в общем я ему говорю молотый он говорит возьми лучше такой промолоть ты всегда можешь а этот у него запах более вкусный более насыщенный ну я так тоже подумала и правда вот взяла такой чири 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 что-то похожие приправы вот такие вот он говорит для мяса классно в общем для всего классно и И вот такой вот для паэльи, тут написано, но мужчина, который продает специи, он говорит, что походит не только для паэльи, но для всяких там тушеной картошки, тушеных овощей, в общем, универсал такой. Это для мяса, а это для супов, говорит, только надо чуть-чуть совсем. И взяла вот авокадо себе, килограмм здесь за 2 евро. Вот этот, кстати, уже можно, он уже более такой почти спелый. Так что все, больше, а нет, не все, сейчас еще покажу. Я сейчас буду, ну, украшать, типа того. Вот, достала уже елку маленькую сюда, хотя уже на папином месте, да? В общем, самое главное. Та-дам! Хожу я, значит, хожу такая, и гляжу, стоят тапки. Те, которые вот я все хотела. Помните, такие вот они, как валенки. Вот, и стоят такие, ждут меня, потому что это 39 размер. Вот, и это, и мужчина такой, марк, испанская марка, подходите, типа тапки. Там были они в единственном экземпляре, только вот один стоял там, другой там. Они, смотрите, разные, видите, но вместе они как совмещены. И я говорю, я выбираю, какой мне этот фасон или этот, а они оказались одними. То есть, помните, я искала такие тапки в магазине, они стоят 20 с лишним евро. Я все ходила на них и облизывалась. Наверное, сама, как это, вселенная мне кричала, не бери, не бери, Оксана, ты пойдешь на рынок и увидишь там их за 6, 6 евро, представляете? Я это, ну, и 39 размер, больше, там у него было много разных тапок, но вот именно такие, как вот валенки, не было. Я думаю, это Всевышняя мне послала на рынок, чтобы я купила эти тапки. И теперь они у меня есть. Ти-динь! Татья, Литерат. А теперь будем с вами украшать. Украшать там, ну, типа, Новый год создавать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как-то так. Вот такой у меня небольшой уголок новогодний. Мне даже вот тут больше нравится. Скатерть новогодняя постелила. Вот эти цветы мои. Классные. Такая оранжерея. Ну, и, естественно, Дед Мороз за балконом. Ну, а как иначе? Я не могу иначе. Сейчас, сейчас, кафе. Закрою. Они у меня все время открыты. Не знаю, почему. Смотрите. Я его там привязала, чтобы он не улетел к себе на север опять. Теперь у меня и с той стороны красиво. Также я сюда прилепила гирлянды. Вот. Тоже Дед Морозик у меня такой маленький висит. Ночью будет светиться все. Да. Чуча, чтобы было весело. Он у меня поет. Парень поющий. Вовсю. Да? А яблоко где? Сожрал? Я ему яблоко давала. Надо ему новое отрезать. Да? Лопает и поет. Гирлянда, тут моя живая от ветра. Живая. Вон еще будет, скоро зацветет. Тут у нас такой ураган. Ой, что-то он тут. Чуть не улетел от урагана. В общем, вот так вот. Создаем себе настроение. Посмотрим. На обед у меня чечевичный суп. Нереально вкусный. С луком и с редиской. И вот такой вот лавашик. Там селедка. И салатик вкусненький. Всем приятного аппетита. Ходила наверх, белье вешала. Снимала, вешала. И представляете, в дверь звонят. Посылка какая-то. Я так думаю, что это... Понюхай, понюхай, Чарли. Что это к пылесосу. Больше я ничего не заказывала. Но доставки написано там. Как это все перевести. Отслеживание. В пятницу. Здесь сети до 12. До часа. А тут сейчас привезли. Обманывают везде. Да, а вот если бы меня дома не было. И он такой говорит, типа, тема ковид. Нельзя подниматься. Хотя некоторые посылки приносят до дома. Ну, я говорю, ладно, сейчас спущусь. Спущусь. Посмотрим, интересно. А я сегодня опять пропылесосила старым. Ну, как он новый пылесос, вот у меня тоже. Но он не особо удобный, потому что он с каблем. Но зато он более мощный. Куда вас поставить? Более очень мощный такой. В общем, он пылесосит. Прям знаете, что потом даже полы, когда моешь, прям они все светлые. Ой, вода светлая. Но неудобно. А беспроводные вообще классные. Сегодня у нас вода. Коробка так дорога. Да, к пылесосу. Ну что, сейчас попробуем. Новенький такой, чистенький. Смотрите, какой классный. Чарли, разберемся. Что там, отваливается все. Так, это надо убрать. А это прилепить. Тут даже какие-то наклейки есть. Вот, смотрите, смотрите, как классно вот эта вот штука отваливается, чтобы почистить. Видите? И достается. А вот в этой старой моей насадке, она немножко грязная, хоть ты обкакайся, нифига она, никак. Поэтому я решила отверточкой туда задеть. Ну и задела. Может быть, знаете, это специально так сделано, чтобы потом вот эти насадки покупались. Ну-ка. 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 Соранненький мой. Все работает. Класс. Ну что, теперь у меня опять мой пылесосик. Потому что я пылесошу каждый день. У меня Чарли, он столько волос пускает, что мне этот пылесос просто жизненно необходим. Но я, знаете, что этот? У меня же еще робот есть. Кстати, он вот так стоит. Я робот пускала каждый день, потому что с другим пылесосом не набегаешься. С этим кавлем, пока его достанешь, пока оттуда-сюда. Достает. В общем, я рада, что... Слушайте, я хотела в воскресенье мужа опять дома оставить, сказать, сиди дома. Привезут мне насадку. А ее уже привезли. В общем, я рада. Довольная. А вообще, как-то день складывается магически. В том плане, что у меня такая красота. В прошлом году, по-моему, тоже так же было. Во-вторых, сейчас хожу и думаю, а какая служба доставки? Сегодня же выходной. В смысле? Сегодня вообще во всей Испании выходной. Даже магазины, по-моему, закрыты. А служба доставки работает. Вот тебе все знаете, испанскую службу доставки очень... Как это назвать-то? Ну, короче, говорят, что она нехорошая. А тут, видите, все наоборот у меня. Во-первых, мало того, что раньше, насколько сегодня вторник, среда, четверг, на три дня, так еще и выходной день. Но я не могу ничего плохого сказать про службу. Хотя... Ой, как я могу ни плохое, ни хорошее что-то в других странах сказать, если я нигде ничего не получала в других странах. Поэтому я не могу сравнивать. Но мне пока нравится. Ну, сами подумайте. Выходной день, служба доставки. Зашибись. Я вот хожу и думаю. А что ты там сел на папино место? А что ты там... Кстати, у мужа вот вкусняшки. Смотрите, у него тут печенье, шоколадки, марцапан. Или мацапан. 36,2. Просто какое-то состояние... Я кофе выпила. Думаю, возбужденная. Может быть, от кофе? Надо сейчас уже скоро... Скоро. Через 2 часа пойду с Чарли гулять, чтобы все это возбуждение с меня спало. Си-яй, си-яй, си-яй. И... Мама чучи, где? Винька! Мама чучи! Винька! Конечно же! Он может уезжает на этой... У него чучи-то тоже. Фила не осталось, надо завтра пойти купить печенье одни. На! Уже обожрался этих печеньев. Лайфхак! Вот это все время у меня скользило, и Чарли когда садился, она просто туда и уезжала. Я взяла такую ленту двухстороннюю. Скотч двухсторонний. Прилепила. И теперь смотрите. Здесь вот прилепила. Здесь прилепила. Там прилепила. И теперь у меня ничего не скользит. Потому что он постоянно был там. Такой мягкий, такой классный. А это смотрите, видите? При всем моем желании, никуда не улетает. Класс! Я такая умная. Я такая умная, я сама себе поражаюсь. Откуда в такой красивой голове столько ума? Тебе нравится, Чарли? А то он бы даже боялся сюда садиться, потому что он ездил туда-сюда. Ну вообще... Я фигеваю сама над собой. Представляете, лежу такая вот так вот в ТикТоке. И чувствую жопой, что у меня вот так шатает. Как вот я говорю, как у нас кресло массажное есть, так и это... Короче, у нас это... Землетрясение было. У нас вообще в Гранаде, говорят, на этой неделе было 2-3 раза. Я в первый раз в жизни его чувствую. Я такая сразу, знаете, в ТикТоке сижу и не поняла. Говорит, что я это не пойму. Я говорю, вроде бы не на кресле. Потом прям так сильно... Такая, говорю, может, у нас землетрясение. Он говорит, а я не пойму, что случилось. Говорит, еще раз он там ест. Прикол. И прям, знаете, так сильно. Вообще, я чуть не обкакалась. Вообще, у нас иногда потрясывает. Но я никогда не чувствовала. А в этот раз вот так лежу, прям и почувствовала. Такое состояние какое-то непонятное. И странное. Я тут в Инстаграм кое-что сториз снимала. Смотрите, Чарли мой. У него целый диван в его распоряжении. Но он не хочет диван. Он хочет мою ляжку. Так удобнее ему. Тебе так удобно? Мини, Ню, Чико. Просто у меня... Да, моя сладкая рыба. Ну все, все. Нет, я пошутила. Я тебя не помню. Ты же пошутила. Ты же на минутку уходила. У меня в Инстаграм... Ой, мамочки. Вылезла фотка пятигодичной давности. Я там немного пухленькая. Ну как немного? Много. Вот, и я рассказывала, что я себя люблю любую. Толстую, худую. И что ты хочешь? Знаете, что он хочет? Чтоб я вот так сделала. Вот. Ему так удобно. Ты меня не помнил. Я же пошутила. Я же на минутку уходила. Тра-та-ти-татушки. Тра-та-та-ли-тушки. Красота, лепота. Я уже кофе попила. Чашку кофею. Я себе попарящий ванна. Сериальчик смотрю. Уже который день. Я никак не досмотрю. Вот смотрю на это мартини. Думаю, может это тяпнуть себе стопочку-то. Он уже стоит там, не знаю, сколько времени, сколько лет. Но я не очень сейчас спиртной. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Вот так вот он любит. Ни диваны, ничего, мои ноги. И попу. Еще на попе он тоже любит лежать. Отдыхает. Я огоньки включила. У меня там теперь красота. У нас, гляжу, прям соседи. У нас вот прям наша вся сторона. Все украсили сегодня. Но я вам уже говорила, что в эти выходные все украшают дом, дома. Там ставят белены. И все такое. Вот. Ладно. Буду я с вами прощаться. Потому что все уже все сделали. Завтра у меня кое-что намечается. Но не кое-что такое грандиозное. По работе там намечается. В общем, оставайтесь на моем канале. На ютуб. Ютуб. Ютубчик. И будете в курсе всех событий. А пока всего самого лучшего. Всем пока-пока.